I have ways of blowing things up. Я закрыл. Я дурак. Так, там она сама наливается. Пойдемте. Перед тем, как мы откроемся. Я хочу кое-что чекнуть. Так, кроме того, что я воды очень много. Могу ли я пройти дальше по улице? Я никогда этого раньше не делал. А вдруг можно? Там сказано, что некоторые персонажи и некоторые магазины имеют свое собственное расписание. Какие персонажи? Какие магазины? Я тут один? Да, я не могу никуда выйти. По крайней мере, пока что. Железная руда, камни. Это все, конечно, здорово. Это все офигенно. Где мне достать больше денег? Веник. Давайте я сейчас откроюсь. Посмотрю, как оно пойдет. Оу. Оу. Мы открыты. Би. Мы ставим свечку. Надо воду коту налить. О, отлично. Оу. Оу. Первый, кто пришел на работу. Серьезно. Давайте обслуживайте. Я готов всех выбивать веником. Посмотрим, что у нас пойдет с... Ну, у нас сейчас больше рыбной похлебки. Посмотрим, как у нас пойдет по заказам. А-а-а-а... Я думаю... Что все-таки нам нужно это будет сделать. Насколько я не люблю алкоголь. Насколько я не пытался быть честным. Я знаю, что в реальной жизни. Ну. А как мне его забрать? Погоди. открыть это классно как него забрать я могу может как-то в эти разлить его сразу открыть но я а что блин так вот пока что успокаиваетесь деньги идут но опять же говорите ребята у меня слишком может мне как-то это очень странно сейчас было почему до этого кликал именно и правой и левой кнопкой она ни хрена не кликалась и теперь так различные блюда напитки то да 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 а красное то что ладно посмотрим может быть если я все-таки начну торговать алкоголем я понимаю что тут все заточено именно под это поэтому тут целые эти ветки так открыть давайте тогда еще делать алкашку раз уж на то пошло 63 отлично давай вытирали стол скорее нам нужно посмотрим по итогу сегодняшнего дня что у нас будет с финансами нам нужно заказать бы там еще один мед еще одни орехи вот дай человеку суп 375 это на самом деле хороший заработок это отвратительно что за алкоголь люди готовы платить больше чем за еду но я так подозреваю что в реальной жизни она также потому что хоть и не пью я все-таки видел цены на алкоголь неприятно что он так дорого стоит при том что он но абсолютнейший бесполезный все-таки давайте согласимся с условностями этой игры раз уж мы открываем таверну в средневековье я до последнего собирался терпеть чтобы не продавать алкоголь но видимо тут по-другому не разбогатеешь вот смотрите деньги сразу пошли не смотря на зарплату работникам всякое такое деньги сразу пошли да да видимо this is the way to go копим делаем тогда еще бухлишко что я могу приготовить я могу еще с вот суп лучше чем каша наверное он дороже идет давайте у нас тут таверна которая продает только жидкой воду суп и пифа насколько это отвратительно коте иди сюда о ты у меня полностью уже это он зевает возле заказа книжки заказов какой перерыв на кофе а ну иди сюда перерыв на кофе блин у него пахать всем 40 единиц бухлишко разлетятся довольно быстро я так понимаю мне надо значит больше заниматься всем вот этим вот суслом бислом итак мы на золотом прошло половина дня мы на одном золотом несмотря на то что эти ребята берут свою зарплату все дела но деньги все таки прибавляется это приятно хорошо таким образом ничка вышивала мне будет помогать возвращать их с перерыва посмотрим кашу хотят слушайте слушайте вон одну одну алкоголь мы уже вычерпали сколько там во втором осталось 29 практически полный то есть не пока что выпили 1111 на день в среднем нужно будет 20 или более того я вас понял но это который хорошего качества это же нужно бы чтобы он опять сейчас настаивался хрен не знает сколько времени мне огня не хватает да ингреентов недостаточно да нужен один такой и мягкое сусло дрожжи для лагера тут у нас делается солодовый ячмень оно делается из так мне не хватает биттер хопс блин мне у срочно дайте заказывать кто тут буянил на тебе по роже выпивка водой разбавлены удачи тебе ладно я могу себе его позволить заказать даже пять штук ну шесть типа пять купить хорошо я могу себе позволить наверное чейду хопс парочку купить я могу себе наверное еще позволить сейчас посмотрим секунду 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 мне там орех а не каждый день новая менюшка я вас теперь понял все равно один мед могу заказать орехов не будет оливки помидоры пшеница рожь семена подсолнуха слива свекла блин неплохо кстати рыба тыква чай черника шпинат ячмень ячменя еще пять штук надо заказать тыква офигеть сколько стоит просто давайте может чай посмотрим шпинат цветная капуста рыба у меня вроде как еще была свекла рожь сахарный тростник ингредиент злак источник белка и клетчатки пшеница король из лаков помидор для салатов можно оливки огурцы перец щили мед блин мед кстати тогда получается сейчас лишний ингредиент надо его заказывать вместе с орехом когда он будет одновременно с другой стороны могу заказать сейчас один мед а потом как-нибудь один орех картофель капуста кабачок окей окей пусть пока что все сюда чешут вот они забрали свою зарплату же говорю повысил уровень здрасте иди сюда ты где работает обслуживает столиков этаж уровень типа до уровень 3 этаж 3 зарплата день 9 стаж во что я могу вкинуть сейчас то что заказал со своего столика так а 22 поинта надо хорошо ну что ж все вроде как пока что работает продолжаем улыбаемся и машем сейчас придет заказ на ночь надо будет делать 20 бутылок у меня еще алкашки осталось на ночь надо будет идти делать опять выпивку и ставить ее настаивать потому что ненастойная она будет очень дешево скорее всего стоит это будет невыгодно росток тупо сажами связано это все конечно классно рис у меня есть рис погоди а я не могу его готовить я не помню как мне рис достался но это другое дело йогурт листья чая вот 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 как раз чай мне придет я смогу это делать отлично мясо овощи перец тесто батат мясо мясо вот орехи мед это очень дорого хорошо стоит но у меня нету пока что вторых орехов крем грибы так я думаю что мне нужно бы да смотрите с алкоголем сразу финансовые наши дела пошли гораздо лучше где моя таблица навыков я могу достаточно хорошо потратиться сейчас хрень большой сундук большая полка маленькая полка вот так поставила лампа блестящий подсвечник так подождите здесь скоро будет скоро будет то есть мне пока что выбор или зал какой я могу варить получается что то другое мне даже на это хватит лагер плюс светлое сусло пилснер светлый садовый ячмень бог темное сусло темный фига себе тут лагер мягкое сусло саладовый ячмень светлая светлый эль цвет блин медовуха скорее всего из меда звучит интересно портер темный блин чтоб я знал что такое портер что такое лагер блин все это вот говнище ну его нафиг так а ты у нас идешь к чему к сидру яблочный ржаное пиво поехали наверное качаться во что то потому что по одному осталось по одному и ничего нет смогу конечно я могу вот это качнуть новый рецепт пять новых рецептов открылась супер а мой заказ кстати доставлен не доставлен давайте а сколько времени неужели меньше двух там трех часов прошло закажешь должен быть доставлен ладно на следующий день два мы немножко просядем по прибыли потому что я тебе сейчас пошел отсюда мы просядем немножко по прибыли потому что у нас опять не будет бухлишка оно вот тут вот и оно закончится вот вот у нас задние ушли почти блин 30 бутылок за день вы издеваетесь сколько там у нас осталось подождите у меня есть еще куда я его зачем я его перенес да у меня его нету стоп а это 20 бутылок чего мягкий эль невыдержанный у меня не было бака для того чтобы его закинуть ну-ка 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 подождите возможно я смогу по деньгам немножечко это все оправдать да выдерживайся стой я что-то не это не не продумал что одно другое пятое десятое блин ну все ну все ну все деньги рекой пошли хе 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 красота семьдесят один смотрите рейтинг семьдесят один чувак бухнул и рейтинга сразу прибавилось ужас блин люди че вы делаете не поверишь что я видел на пути сюда ты не поверишь что ты тут пьешь чувак так надо опять вот жлок че о заказ доставлю на третий где мой третий заказ поехали мутить новую брагу погодите а что мне нужно тогда для бочонка если я хочу еще один бочонок вот мед есть один а ты кто винные дрожжи ого как не вас получить тут теперь топлива просто не хватает это не проблема винные дрожжи в этом торгуйте торгуйте пока что винные дрожжи здравствуйте купить как удобно стоит на улице обалдуй выходит блин покурить так биттер хопс дуал хопс душистый хмель дрожжи для лагера давайте я всего этого куплю да это все дорого а душистый хмель я брал нет ладно купить будем разливать по разным этим и нормально будет как там прогресс это медленно это на всю ночь да скорее всего да 16 45 нам скоро надо будет закрываться но при том что я столько всего закупил при том что мы начали день насколько на 35 серебряниках мы заканчиваем день на одном золотом я считаю это вообще все шоколадном а как у нас проходит тогда процесс старения для алкашки ну ка долго 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 это будет какое-то время в принципе ладно чем нас по хавчику хавчика еще достаточно тебе еще супа надо воды пойти набрать в принципе мы наверное можем через пару часиков закрываться уже посмотрим как она пойдет пока они там пашут мы можем повкалывать тут пособирать ресурсов уголь это всегда надо потому что он лучше всего для растопки подходит мне надо посмотреть могу ли я скрафтить бочку и что мне для этого надо если я могу скрафтить еще бочек чтобы она там все потихонечку сидела варилась но это логично максимум максимализировать 18 25 не деньги тут хорошо красиво древесина наш не пропадает то есть ее можно просто продолжать держать у себя она просто будет здесь когда понадобится когда но потом вырастет что-то новое потому что деревья пока что вырастает нам саженцы и всякое такое заказ доставлен супер сюда 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 что мне надо для я могу я не могу бочку до сих пор делать это печально деревянные доски можно положить на всего понемногу железные гвозди петли поехали петли и гвозди делать железных слитков не даст курильница и ладно пусть пока что все это делается поехали внутрь посмотрим как у нас тут дела идут ты чё уставился а ты чё уставилась пошла отсюда скотина о готова я могу кучу всего натворить кстати я могу сделать лагер могу сделать мягкий эль медовуха дешево дешевая очень ну пока что но она типа мед вины дрожжи дрожжи для лагера 237 237 давай вот этот вот пока что вот это делаем а я могу всего всего накидать а зачем мне это она дороже будет или нет пока что делаем еще вот эту штуку папара пап стоп что я могу еще по наготове пока что и ингредиенты не забрал да вроде или забрал или не забрал забрал хорошо буду подерживаю это конь стоп заторный чан вот 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 бочка нужна деревянные доски 15 это здесь делается деревянные доски 15 железные гвозди 25 деревянные доски делай до упора гвозди делаются потихонечку здесь слишком холодно оп здесь уже хорошо здесь уже замечательно продается продается пивас закончился так накидываем уголька зажигаем супер давайте тогда закрываемся разносите все остальное мне нужно бы наверное еще один подсвечник вот сюда вот поставить в этот угол посмотрим как оно будет дорабатывайте закрывайтесь я пока что посмотрю что здесь у нас происходит петли гвозди деревянные доски хорошо чего там не хватает гвозди 25 сколько у нас всего лишь 5 гвоздей а что чего почему я не могу сделать гвозди железный слиток 1 для железного слитка железная руда не погоди железная руда у меня есть не хватает топлива это немножко кстати раздражает потому что они могли бы отмечать ну не просто вот тут чуть-чуть аккуратненько внизу а прям говорить чего не хватает так отлично тут все закрылось да все уже свалили все дали мне экспу мы уже почти на седьмом уровне посмотрим что мне дадут за седьмой уровень поехали посмотрим давайте еще рыбки не 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 жареную рыбу подожди почему мед а точно мне нужно не жареная рыба мне нужно вот это ухо тут топлива опять же не хватает классно фпп респект готовься поехали смотреть что там по гвоздям мне бы подсвечник еще один давайте посмотрим по чем они декор доспехи конечно офигенные вещь но дорого канделябр да давайте свечей просто можно было бы еще купить вроде у нас еще есть я могу купить паутину аааа классно паутина приносит комфорт поняли? вот сияющий канделябр фиолетовый шерстяной флаг космических пиратов классно череп коровы так пока что просто канделябр покупаем. Ну, это же офигенно на самом деле. Топлива не хватает. Отлично. На полную пошел гвозди делать. Так, блин, не ты. Ты. Получается, нам нужно много железной руды. В общем, я же говорю, день мы начали неплохо, хорошенько заработали. В следующие пару дней у нас будет просадка. Из-за того, что я тянул с алкоголем, да, понимаю, сам же виноват, но как я уже объяснял, пытался максимально избежать, а тут оказывается вся эта еда, и все это, конечно, хорошо, но все в основном заточено именно на алкашку. Это печально. Вот. То есть, альтернативного варианта развития чисто столовки нету, потому что на этом не заработаешь. Нет, на этом заработаешь, но придется вот так вот самому бегать без работников, без ничего. а самому бегать это не игра. Это даже не интересно. Ну, то есть, ты устаешь очень быстро, это превращается в обычную рутину. Обычная рутина у меня есть в обычную жизнь. Поэтому тут у нас никаких скрытых ресурсов. Там нету какой-нибудь титанит добывать мне не получится. Ладно. Так, тут я уже все выколупал. А, вот тут у кисочек кусочек железы. Руды. Руды ерунды. Медные. Погоди, медные, железные это разные вещи. Надо подобрать гвозди, конечно же. 25. Отлично. Меня должно теперь хватить. Пилим сюда. 5 угля еще надо. Поехали. Нам нужна эта бочка. Будем их потихонечку увеличивать. Количество этих бочек будем потихонечку увеличивать. Это надо. Это надо. Это, скорее всего, будет до утра. Здесь ставим новое сусло. Или даже сусло. И пойдем спать. Первый день у нас на этом заканчивается. Я думаю, поиграем мы сегодня два дня. Потому что оно более-менее как-то что-то где-то тут. Та-та-та-та-та-та-та. Даже если мы сейчас откроемся. Вот, заказ доставлен. Мы будем работать относительно в ноль. Пока... Так. Б. Нет, не Б. Стой. Надо еще один подсвечник поставить, потом Б. Иди сюда. Б. Таверна должна быть закрыта, чтобы это ставить. Но тогда вечером поставлю. Я забыл про то, что... Блин, а свечки-то реально заканчиваются. Декорировать можно только во время того, как таверна закрыта. свечки можно ставить, а вот декорации прям нет. Пойдем посмотрим, что у нас творится. Это готово. Это готово. Мука. Злак. Вечми. Принять. Давай. Поехали. Давай вот это вот еще, наверное, сделаем. А порцию нам надо поставить на закваску. Пошел. Это у нас пока что не выдержано вообще. Легендарно, не легендарно. Так, кто тут у нас быкует, я не понял. Пошла отсюда. Пойдем бочечку тогда нашу заберем. Должно вот так. Тут уже все, естественно, доделалось. Дубовая бочка. Бочковая дубка. стол для кузницы. Погоди. Кузнечный стол. Деревянные доски. Деревянный стол. Поехали доски делать. Посмотрим, что за кузница и что она нам даст. Это все пока что бесплатно. Все, что бесплатно одобряется с той воды надо набрать. Потому что они воду без моего ведома жрут. Во-первых, во-вторых, я воду очень много трачу при готовке, поэтому надо постоянно ходить и восполнять. Так, вы торгуете? Торгуете, торгуете. Давайте, ребята. А, тут у нас мука. Супер. А мука у нас была на как мне тесто приготовить? Я пока не умею, да? Я пока не умею, я красавчик. Угу. Хорошо. Злаки 2. Давайте продолжаем. Так, блин. Продолжаем рыбу. Так, свел 4 уровень, рад за него. Потом повысим его, пусть пока что еще покипит. Так, в магазе надо посмотреть, мне нужен орех. Ячмин, чечевица, шпинат, сыра рыба, сливы, сахарный тростник, репорожь, помидор, оливки. Классный миндаль. Мед опять есть, огурец, лук-пари, лайм, кукуруза, кокос. Я так понимаю, что, извиняюсь, про это мне говорили, что некоторые вещи будут доступны, некоторые недоступны. Так. хорошо. Нет, да, нет, нет, да. Вот, технологии почему-то у нас прячутся под кружкой, хотя это не только связано с кружкой. Я могу что-то, так, погоди, я из красного. Низкий стол и шкаф. Фонтан для птиц, каменная урна, простые предметы из металла, металлическая кружка, настенный факел и дробилка. освещение. Дистиллятор. В смысле, дистиллятор, подожди. Давай вот это и давай вот это. Осталось 2.1.1. На 2.1.1 я сейчас ничего не куплю. Надо еще какой-то еды заказать, но я сейчас подожду. Если я сейчас начну опять раскидываться деньгами, я просяду в минус. Мне нужно подождать, пока у меня опять будет достаточно алкашки, чтобы я мог этим торговать. Так, подожди, ничего не хватает. Солодовый ячмень, который у нас почему-то я его не поставил сразу делаться. Так, вы тут работаете? Давайте, давайте, не расслабляйтесь. Б. Где бочка? Вот она. Вот, бочечку поставили. И тут можно ставить даже даже когда работает бар. Так, так, не-не-не-не, покатим. Во! Не забывайте тратить ваши очки и эксперт на развитие вашего персонажа. А что, так можно было? Подожди, у меня 88! Поддержит, поддержит порядок с скоростью уборки плюс 100%. Вы зарабатываете больше. Цена покупки, цена продажи, прибыль. да, хочу, пожалуйста. А почему мне про это раньше не говорили? Создайте предметы или мне говорили я провтыкал? Стоп! Земледелие повышает разницу в цене от добавления... Так, повышает разницу в цене. В мою сторону, надеюсь, что ты будешь... Барное дело станет лучшим барменом. Скорость работы на баре, скорость бега плюс 100%. А, вот оно как! Я думал, что цена покупки, цена покупки на 3% лучше, прибыль от торговли 60%. Ну, на самом деле такое есть. 3% сюда, 3% туда. Я думал, это что-то прям существенное. А нет, оно типа да, приятно, но не в таких масштабах, как мне хотелось бы. Хорошо, я вас понял. Поехали, кстати, еще деревянных столбиков закажем. Застолбим! Каламбура за 300. Табуреточки. Что там не хватает? Да, у меня еще... Маленькая полка. Досок не хватает. Теперь давай столбиков. Столбиков, по крайней мере, надо 20. Как раз вот 20 у меня есть и будет. Досок надо просто до задницы. Добавляет дрова в рабочей зоне. Дрова 30. Склад досок. Деревянные доски. А зачем мне это? Нет, конечно, все прикольно. У-у-у-у, блестящий подсвечник. Теперь на 20% роскошный. Давайте сделаю себе такой. Лампу можно скоростить. так, а почему нельзя бу... А, у меня топливо. ну, топливо это не проблема. Давайте себе такие поразвешивать. Прикольно будет. лампу джина надо будет сделать тоже еще одну. Стой. Что на нее надо? Медный лист. Медный лист. что нам надо? Давайте его сделаем. Это будет прикольненько. Мне нравится. Так, хорошо. Ведер дополнительных вроде как не надо. Двойное окно. Это неплохо. Шкаф. Полон одежды. Теряные доски. Железные гвозди. Петли. Все в принципе логично. Можно, наверное, большие столы вместо маленьких поставить. У меня будет больше прибыли. Давайте столбы, дерево. Поехали. Дерево еще порубим немножечко. Будем потихонечку двигаться в эту сторону. Чтобы у нас были большие столы вести. Так будет лучше. Мы сейчас получим седьмой уровень. Возможно, на седьмом уровне я смогу Режим строительства открыт. Получить доступ к нему, подойдя к верстаку, чтобы был отправлен вам в ящик для посыл. Открыт режим строительства. Оборудование для пивовар доступно в почтовом ящике. Построить свою первую комнату. Да. Я как раз хотел сказать, что у нас сейчас седьмой уровень. Сейчас это... Подождите. Режим строительства получите к нему доступ, подойдя к верстаку. Это не верстак? Так, он мне... В смысле грязный? Вы там... Ах ты тварина! А ну пошел работать быстро! Охренеть ты, скотина! Пошите, блин! А ну быстро всем! Доступ, подойдя к верстаку, который был отправлен... А! В ящик посылок! Тьфу-то, блин! Я просто никак не дочитываю, потому туплю! Красиво! Иди сюда! Верстак! Иди! Вот так вот! Его на улице ставить? Так, Б! Вой! Вроде да, вроде на улице! Б! Наверное, должна быть закрыта! Спасибо! Как же я обожаю, когда вы так делаете! Так! Дайте мне, пожалуйста, лампу Аладдина! Как раз у нас топливо закончилось, но в принципе нормально! Не приставай к посетителям! Надо заменить будет вот этот двойной столик и одинарный столик! То есть, по идее, нам нужно... Уйди, пожалуйста! Спасибо! Мне нужно еще два двойных столика и лавки к ним! Значит, двойной... Ну, большой... Нет, большая скамья, да! Мне нужны гвозди! И... Для гвозди не хватает топлива! В принципе, все нормально! Топливо мы сейчас закинем! 15 штук гвоздей! Сколько там нужно гвоздей было на одну скамейку? 10! И надо больше железной руды! А можно себе добытчика нанять? Человека, который будет бегать и постоянно все за меня рубить, добывать и всякое такое... Ну, то есть... Я не говорю, чтобы игра играла сама в себя! Не-не-не-не-не! Не подумайте! Но... Мне бы хотелось поиграть, а не... погриндить! Не по-хорошему и уголь надо быть где-то... Комнату мы с вами будем делать вечером, ну, или, по крайней мере, когда будет часа 4-5, посмотрим. Медную руду я пока не буду... Иди уголь! Иди сюда! Вот, иди! Ну, мне же это все топить чем-то надо! Оно же само себя не растопит! Хорошо! Железный свиток, точно! Это, на самом деле, такая работа двойная... Не то! Их не надо было рядом ставить! Так, куча железных свитков, все, пусть плавится! Почему вещи из дерева здесь и вещи из дерева там? Гвозди... Давайте сначала туда два стола... Зачем я столбы делал? Столбы мне нужны были... Для кузни, точно! Сколько у меня их... Блин, прикиньте, одного не хватает. Давайте дальше клепайте, потому что мне все равно их надо будет много. Постройте первую комнату. Хочу, хочу построить, хочу... Так, не возникай, пожалуйста. Спасибо. Что у нас там по Суслану и по всякому вот этому? сделайте 100 пивасиков. Пивасиков. Топливо. Как обычно это топливо. Давайте мы кучу хворостов закинем, потому что они как-то копятся. давай суслятину дальше делать. А, чего это там не хватает? Да блин, там кто-то бузит. Пошел отсюда. Два золотых, между прочим. Давайте, может, ментовуху сделаем. Фиг его. Я же брал винные дрожжи. Зачем? Сейчас посмотрим, что у нас там творится. Что-то у нас уже готово к продаже. это у нас открытое. Не выдержано. До сих пор. То есть, возможно, сегодня я уже его и не попродаю. Давайте я сделаю одну медовуху. Блин, я один мед заказывал, сладнее. Я хочу сделать все-таки вот то с орехами. Я не хочу на это сейчас мед тратить. Или надо заказать еще один мед по-простому. По-простому. Иди сюда. Нет, хавчик. Нет, хавчик. Спасибо. Значит, чай. Я же чай заказывал? Или нет? нет. Давайте закажу. Давайте еще один мед закажу. Один там вроде был. Один. Хорошо. Кокос, картофель, арахис. Я не помню, там был арахис или орех. Давайте я пока вот это куплю. Сейчас посмотрим. Так. Я сам должен всегда делать. это есть. Для тебя нужны были... Нет, именно орехи нужны были. Да-да-да-да. Орехи, орехи. Подожди, у меня есть орехи? У меня не хватает именно меда? Это я так провтыкал? Это печально, если я так провтыкал. Извините, кто там чуть не убился фейспалмом только что? Давайте еще один мед для медовухи. Еще один мед у нас будет для сладости. Орехи-то у нас были, нам как раз меда-то не хватает. Я что-то туплю, я думал, что наоборот не хватает орехов. Ладно, забейте просто. Так, 15-10, надо бы скоро закрываться, потому что нам бы обновлять таверну. Тут все готово. Дай сюда джемы. Тут все готово, деревянные столбики. Доски 40. Клепаем доски. Скворечник. Отлично. Да, досок у меня не хватает, ни на то, ни на другое. Мне надо много всего, блин, дерево придется очень много потратить. Внизу еще лес есть, я могу там его рубать. Опять же, есть саженцы, которые я могу сажать для того, чтобы обновить себе. Возможно, стоит этим заняться. Деревья сами, конечно, растут, это приятно, но, возможно, мне придется им помогать по скорости. Кстати, да, друголет, ты у нас на втором уровне. Тут два поинта надо, хорошо, назад. Вот ты. погоди, ты же поднялся до четвертого уровня, у тебя должно быть... Я что-то не понимаю в этой жизни, ты... Мне же было сказано, что ты поднялся до четвертого уровня. Задайте. так, всем спасибо, все свободны, давайте. Раз я заказал два меда, продолжаем делать вот эту то тогда один мед я потрачу на вот это. Мне придет заказ, там будет два меда. Не хочешь, от... а почему все стоят, никто не хочет обслужить, воду принести человеку, не? Нормально? Стоят такие красавчики. А еще один мед где? Я заказывал два. Зерстак можно купить за золотой, хрена себе. посев бобов неплохо. Дайте еще один мед, на всякий случай. Ну, свали, блин, ты мне просто сидишь в воду пьешь, они зарплату за это получают. Кроме того, что они тебе воды не хотели относить, так еще это, что у нас по еде. еды осталось совсем чуть-чуть. Каша перестала вариться, ну, типа, оп, топливо, всего лишь топливо. Да? Виттер Хоббса не хватает, серьезно? Знаешь, мне надо еще и биттер Хоббса купить. Ну, блин, видимо, много. Окей. Поехали строить комнату. Мед, скорее всего. Да, два меда. Поехали, приготовим сладкую вот эту фигню. Завтра будем подавать. Кстати, почему-нибудь нет. Так, сладкая фигня, ты тут? я же... любые орехи, подожди, миндаль, фундука, штаны, архискешью, фисташка. твою за ногу любые орехи, любые, любые. Почему это так вот, вот так вот как-то нелепо? Я тут миндаль где-то видел. Кокос! Да, вот. Купить миндаль. Ни хрена я сегодня это не приготовлю. Так, тут все готово у нас. Добро желать в режим строительства. Здесь вы можете расширить свою таверну, изменить стены, полы, создать комнаты, распределить область и многое другое. Пробел, спасибо. Для начала давайте немного переместимся по карте, используйте, чтобы переместить по карте. Если нажмите левый шуф в свое время движения, вы будете двигаться быстрее. Я понял. Панель позволит вам переключаться между режимом пола, режимом пола и стены и режимом полного вида, в котором также можно изменить объекты. На строительство вон мои все, ингредиенты сверху. И декорирование требует определенных материалов на центральной верхней панели. Да, я понял. Эта панель показывает на каком-то же вы находитесь в данный момент. Понял. а как мне а как мне кликнуть на верхний этаж строительство? А, подожди, вот так? Нет. как мне кликнуть на верхний этаж? Игра меня не хочет даже выпускать сейчас при этом. то ли что-то заглючило, я здесь чего-то не вижу, то ли... то ли... а... строить я ничего не могу, конечно же. пока я в режиме обучения, я в принципе ничего сделать не могу, кроме того, что мне говорит игра, но сделать я этого тоже не могу. Здесь у меня просто три режима того, как выглядит мы это верно. Вот пол, пол стены, это все понятно. Спасибо, Тайр. Добавить этаж. Удалить этаж. Добавить этаж. Здесь? Как? Как? Я... Нет, это, конечно, офигенно, но как? Ребят, короче, я в полнейшей растерянности. Я не знаю, как мне это сделать. Ой. То ли что-то проглючило, то ли я что-то не понимаю. И я не могу никак из этого режима выйти. мне как-то... Добавить этаж, кстати, за один золото. А, венечку. 42 золота это то, что у меня есть на строительство? Хрена себе. Ну, короче, колесиком я перемещаю то, что у меня здесь есть из быстрого достава. Добавить этаж, выбираю. Здесь я ничего сделать не могу. Вот у меня выход на второй этаж, но тут я тоже ничего сделать не могу. эта панель показывает. Переключение 1, 2, 3, никак не работает. А, вот прям вы издеваетесь нахрен. Вот прям на ней вот так вот тыкать? Ни кнопками, ничего. Да, спасибо. Бесплатное это. У меня некоторые возможности заблокированы. Как только вы закончите обучение, вы сможете получить им доступ. Спасибо, я помню. приступайте к работе. Мы начнем со строительства кухни. Нажимаем пробел, чтобы продолжить. Используйте кнопку создания этажа. Да, я уже понял. На панели инструмент вы сможете добавлять ячейку за ячейкой или просто кликнуть и перетащить курсор для создания области нужного размера. Когда мы строим новую комнату, у них нет привязки к определенной зоне. некоторые объекты и функции доступны только в определенных зонах. Поэтому нам нужно определить, в какой зоне мы будем отнести. Ага, я понял. В меню зон на панели инструментов можно назначать необходимую зону твердок. Выберите зону кухни, назначите ее для комнаты зону кухни. Зону кухни. все больше и больше. Я понял. Дополнение определенного количества клеток в каждой зоне. Существует ограничение количества областей, которые вы можете создать. Этот показатель отобразит на вашей панели инструментов, но не будет увеличиваться по мере развития ваших навыков. Потом сможете создавать больше кухонь и даже столовых. Давайте поработаем над вашей... Я вообще-то думал, что я на втором этаже буду делать спальные комнаты. Меню декоративной панели инструментов. Найдете полы и стены, уберите ее. Примечаю. Ага, пробел. Давайте поработаем на меню декоративной... Декорирование на панели инструментов. Декор. В отличие от стен пол можно изменить на каждой клетке по отдельности. Уберите ее. А, потому что там уже не кухня. Строительность материалов, но это изменение неокончательное, пока не покинете режим строительства. Удаление клеток и замена декоративных предметов. Помочение вернет материалы. Ага, понял. Спасибо. Наша кухня почти закончена. Чтобы добавить немного личного пространства, должна ставить дверь. Выберите дверь из меню. Дверь из меню. Дверь. Кухня готова. Теперь ушло время создать новый тип комнаты и семейную комнату. Первое, что нужно сделать, создать необходимое пространство. Уберите создание этажа панели инструментов. Постройте область зеленым цветом. Строительство. Ну, по идее, вот так. Недавно созданное пространство не привязано к какой-либо зоне, чтобы построить съемную комнату. Вот, съемная комната! Нужна комната, в которой есть определенная дверь, внутри которой не назначена никакая зона. Я понял, необходимо комната соответствует всем их требованиям. Просто откройте вкладку двери, панели, я понял. то есть, ничего не назначаешь, и это становится комната, в которой люди заселяются. Ну, то есть, там надо будет еще кровать, конечно, все дела, разместив дверь в съемную комнату, комната автоматически остается съемной. эту нельзя удалить, пока вы не удалите дверь в съемную комнату. Короче, дверь всему голова. Чтобы посидитель мог переночевать в съемную комнату, должна быть кровать, стол, стул и источник света. Вот раз мы дадим вам все необходимое, нажмите B, чтобы активировать режим декорирования. Они это все на кухне поставили. Съемная комната готова. Как только будут выполнены минимальные требования, посидитель сможет арендовать съемную комнату на баре таверны. Отлично. То есть, опять же, это можно будет... Поздравим вас, если необходимо, чтобы управили таверной, чтобы подтвердить изменения по кем-то обучению, нажмите кнопку подтверждения. Съемные будут сохранены. Долбануться. Готовы. Улучшить свою репутацию владельца ТВ, чтобы получить доступ к новым компонентам. И не забывайте размещать материалы в вашем новом верстаке перед началом строительства. Размещать компон... Я понял. Все, быстро спать. Сохраняемся на этом. А ты у нас кто? Стол для регистрации. А мне его поставить где, извините? Ну, давайте здесь. Пояснитель хочет снять комнату. Если вы принимаете предложение, вы берете комнату и нажмите принять. Вы также можете подпарковаться или просто открыть предложение. На этой панели вы можете увидеть все комнаты и их особенности. Значки рядом с названиями комнаты используются для их идентификации. Также комнаты... А, я понял. Типа эти. Характеристики комнаты являются статус, размер, тип и комфорт. Каждый койз запрашивает разные требования к своему номеру. А также цена будет снижена вдвое, если номер, который вы им сдадите, не соответствует их... Так. Комнаты, которые уже заняты или не убраны, могут быть... Не могут быть сданы для сдачи комнаты. Вот это базовая мебель. Так, так, так. Хорошо. Свет, стол, стул, кровать. Все. Хорошо. Свободный, чистый. Съемная комната. Теперь мне нужно нанять горничную. Все. Теперь точно все. Поехали отдыхать в нашу комнату. У нас даже стола и кровати нету. Ну, в смысле, стола и этого стула, источника света. И мы же живем там как-то и нормально. Кстати, мое сусло не пришло там случайно. Я за всем этим забегался. Не успел посмотреть. Может быть, мне уже и почта пришла. Ни хрена мне не пришло. Он, видимо, только утром придет. Серия очень сильно затянулась, потому что я хотел провести два дня. Получилось, что провел тут практически как день сурка. Отменить. Надо заново там эту штучку. Всего восемь вечера. Мы ложимся спать в восемь... О, заказ доставлен. Супер. Ты там варишься? Тогда заказ сейчас скинем. Холодно? Не, ну холодно нормально. У меня сейчас с посетителей нету. С холодной я справлюсь. Иди сюда. Ты и ты. Орехи еще не пришли. Значит, с орехами будем завтра готовить. Я думаю, что это не будет большой проблемой. Так. Три ведра воды. Все, на ночь закинули заготавливаться. Все. Лечь спать. Да! О! Это получилась длинная серия, но она была довольно результативная. Если бы не вот эта вот фишечка со вторым этажом, когда нужно только вот обязательно тыкнуть в определенную точку. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok